Итак, ребята, всем привет! Сегодня прям базовая информация для новичков про маркетинг фланг. Конечно, маркетинг фланг нужно изучать подробно, нужно изучать, и даже если вы с первого раза не поймете, там некоторые моменты, ничего страшного, это нормально, потому что тема довольно-таки сложная. Поэтому для новичков я сегодня дам просто основы, ну вот тот самый минимум, который вы должны знать, и чтобы хоть какая-то картинка у вас сложилась. Вообще маркетинг фланг компании – это, конечно, самый вкусный продукт, как мы его называем, и когда выбираете компанию, нужно обязательно смотреть на маркетинг фланг. У нас он просто шикарный. Можно посмотреть, что дает компания. Во-первых, это растущие доходы. Да нету там стабильного оклада, как, например, на работе. Работаешь ты там 20 лет и всегда получаешь 30 тысяч. Тут такого нет. Тут если ты действительно работаешь там по несколько часов в день, значит, у тебя доходы растущие, и, значит, у тебя в этом году 30, 60, через год там 70 и так далее, по нарастающим до тех пор, пока ты готов работать, готов рекрутировать. Путешествия. Смотрите, про путешествия. Значит, есть менеджерская конференция, она с уровнем менеджера 15%. Есть условия, которые нужно выполнить, и вы полетите в путешествие. В этом году, вот, например, наши менеджеры летят в Хорватию. Дальше, есть золотая конференция. Это конференция с уровнем золотой директор. Золотой директор – это когда в вашей структуре есть два директора. В вашей структуре есть два директора. Значит, вы становитесь золотым директором, и у вас уже еще одно путешествие к вам добавляется. В этом году золотая конференция проходит в Мадриде, в Испании. Каждый год разные страны. Дальше, есть еще бриллиантовая конференция. Это когда у вас в структуре шесть директоров. Ну, вы помогли шести людям стать директорами. Значит, вы бриллиантовый директор, и компания вам еще одно путешествие бесплатно дарит. Вы можете полететь бесплатно, полностью оплачиваемое путешествие от компании. В этом году путешествие в Японию. Бриллиантовая конференция, ну, это уже высший уровень, лучше отели, лучше отдых, дольше само путешествие. В прошлом году было в Майами, в этом году в Японии, в 2014 году будет в Австралии. Каждый год куда-то есть. Что такое путешествие? Есть еще исполнительная конференция. Это когда в вашей структуре уже 12 директоров. Тут тоже полностью оплачиваемое путешествие. Обычно это туда же, куда и бриллиантовая конференция. Просто сервис получше, сам отель получше и срок подольше. Дольше там отдыхаете. Понятно. Дальше. Я тоже была в путешествии, я была бесплатно на менеджерской пока только конференции. Действительно, компания оплачивает все от А до Я. И мне не надо было даже, не знаю, лишнего рубля иметь с собой. Компания оплачивала вообще полностью все. Пассивный доход. Что значит пассивный доход? Сейчас немножко на этом более подробно остановлюсь. Например, у вас есть квартира, которую вы сдаете. Вы живете в другой квартире, у вас, собственно, сидит еще одна квартира. Вы ее сдаете, получаете деньги, получаете пассивный доход. Это те люди, которые живут в вашей квартире, они платят все коммунальные платежи, а вам просто платят деньги за аренду вашей квартиры. Это ваш пассивный доход. В компании Арифлэн тоже можно получать пассивный доход. Как? Вы вырастили директоров. В этом, допустим, двоих директоров вы вырастили. Вы на уровне золотой директора. У вас еще есть люди, которых вы растите. И вы уже можете получать в этих групп пассивный доход. В каждой группе по 5%. То есть вам нужно один раз помочь человеку стать директора. То есть обучить его, научить всему. И этот человек уже будет директором своей организации. У него будет там все товарооборот проходить, да, по структуре хорошей. И вы будете с этого товарооборота вашего директора получать 5% всегда, пока есть эта группа. Всегда будете получать 5%. Если вы, например, золотой директор, и у вас еще есть персональная группа, в принципе, у них 2 баллов, вы будете получать в каждой группе по 5%. И если у вас просто, например, да, 2 группы, и вы больше не хотите работать, у вас вот 2 группы есть, и у вас больше персональной группы нет. Ну, тех людей, с которыми вы еще дополнительно работаете. Ну, новичков маленьких уровней у вас еще нет. Значит, вы получаете с одной группы полностью 5%, а вторая группа не полностью 5%. Вот. Если у вас будет всегда стабильно идти в группу группы, да, то есть 7,5 баллов, то вы из этой группы 5% получаете, из этой группы 5% получаете. Сколько вы можете вырастить из этих групп? Сколько хотите? Хотите выращивать из 6. И вы будете с каждой группой получать за 5%, да, со всех этих 6 групп. Ну, грубо говоря, квартиры, да, 6 квартир вы можете сдать. Ведь примерно одна директорская группа, это примерно, ну, 1011. Ну, если там, ну, просто, вот просто директорская группа, небольшая она, то вы получаете с этой группы 11 тысяч примерно. Всегда будете вы получать. Еще одну группу вырастили, еще 11 тысяч пассивы. Еще одну, еще одну, еще одну, еще одну, еще одну. Вырастили, например, ну не знаю, за 5 лет 6 групп, да? Вы на уровне бриллиантовый директор, и вы с каждой группы получаете по 5%. И это еще только начало. Помимо этого, если в вашей глубине будет еще директора, да, вы с ним тоже будете получать доход, но про это более подробно, на более объемном суббинаре «Маркетинг-планг». Понятно, да, про пассивный доход? Сколько нужно времени, чтобы купить одну какую-то квартиру издавать ее в аренду? Ну не знаю, некоторые, но это все же это. Сколько нужно времени, чтобы вырастить одну директорскую структуру, активно работая меньше года? Поэтому, ну, даже здесь можно сделать выводы определенные. Дальше есть компания «Автопрограмма». «Автопрограмма» есть с уровня «Директор», то есть вы выходите на уровень «Директор», у компании есть план. Если вы план выполняете, вы дополнительно получаете 10 тысяч. Это тоже называется как «Автопрограмма», то есть вы можете, ну, эти 10 тысяч как бы тратить на то, чтобы платить победит за машину. Но вы можете машину не брать на уровне «Директор», вы можете просто эти 10 тысяч использовать по своему поспиталу. Ну, куда вам надо, в общем, туда и можете их использовать. Если уже с уровнем «Директор», например, там уже другая автопрограмма. Здесь вы, если берете машину, вы можете взять любую машину стоимостью до, там, двух миллионов рублей, по-моему. Вы ее берете, и компания вам ее полностью будет оплачивать, если вы будете выполнять, там, тоже определенные условия. Они совершенно не сложные. Про это тоже подробно можете узнать и мне, либо на более объемном, обширном, обширном плане. Вот. У нас в структуре очень много, ну, у высшедающих спонсоров практически все брали себе машину. У кого-то «Вольво», у кого-то «Морседейс», у кого-то «Шкода». И компания полностью оплачивает им кредит, да, в «Лизинг». Компания берет в «Лизинг». Три года платите, и потом машина переходит вам в собственность. Ну, не вы платите, а компания платит, если вы выполняете условия по природству. Вам просто нужно продолжать работать и все. Разные мотивирующие программы есть у компании. Сейчас это программа «Адреналин» для менеджера, когда менеджеры могут расти и получать премию. Бонусы, да? Вот. Вот что дает компания. Ради этого, я считаю, что нужно и можно потрудиться. Это не какие-то сказки, это не какие-то, не знаю, нереальные фантазии. Это четкий маркетинг план компании, и все эти выплаты для вас будут. Есть еще премии, да, про премии я тут уже не затрагиваю. Есть еще премии, тоже, согласно лестнице успеха. Выходите на уровень директора, у вас премия 1000 долларов. Выходите на уровень старшего директора, то есть у вас еще один директор появляется, у вас премия 1500 долларов. Выходите на уровень золотого директора, когда у вас два директора, вам 2000 долларов. Этим людям, директорам вашим по 1000, вам, как организатору, да, можно сказать, 2000 долларов. Вот прям разглядите лестницу успеха, рассмотрите ее хорошенько, выберите тот уровень, который вам нравится и идите к нему. Основные понятия, про которые сегодня будем говорить, ГТО, групповой товарооборот, ЛТО, личный товарооборот, бонус-балл. Что такое бонус-балл? Вот вы можете взять каталог, каталог либо открыть электронную, и тут есть бонус-баллы. Каждый продукт имеет свой бонус-балл. Это условная единица компании для того, чтобы было легче нам работать, потому что компания работает в более чем 60 странах, у каждой страны своя валюта, свои деньги. И вот это условная единица компании. У нас бонус-балл примерно равен 40 рубля. Но каждый продукт имеет разный бонус-балл. Объемная скидка. Что такое ОС? Объемная скидка. Это как раз те деньги, которые мы зарабатываем с нашего личного товарооборота. Это значит с наших личных покупок, с личный товарооборот, это наши личные покупки. Это тот товарооборот, который проходит через наш личный кабинет. То, что мы покупаем для себя, либо для знакомых, либо для того, чтобы заработать. То, что мы заказываем через свой личный кабинет. И вот объемная скидка нам начисляется. Объемная скидка. Это наш доход. Это и есть наш доход. Чем больше у нас товарооборот, тем выше у нас объемная скидка. Я это на слайде сейчас отдельно покажу. И есть еще бонусы. Про бонусы тоже отдельно чуть-чуть затрону. Чтобы было хотя бы чуть-чуть, ну, чуть-чуть помоться, чтобы было. Вот смотрите, объемная скидка и уровни это одно и то же. Объемная скидка 3%. Нам дается, когда у нас групповой товарооборот 150 бонус баллов. Что такое групповой товарооборот? Это значит, что ваша команда приобрела продукцию, не вы лично, а вся ваша команда приобрела продукцию на 150 бонус баллов. Возможно, это один человек, это вы на 150 бонус баллов сделали и все. Возможно, это 15 человек, которые сделали по 10 бонус баллов. Не важно. Но вот они, 3%, 150 бонус баллов, товарооборот здесь. Вот видите, бонус балл примерно 40 рублей. Значит, 150 умножаем на 40. Товарооборот в рублях примерно 6 тысяч рублей. Дальше. И компания вам платит 3% за то, что вы организовали такой товарооборот. Дальше. У вас товарооборот увеличивается, люди становятся все больше, люди все больше покупают. И ваш групповой товарооборот, тот товарооборот, на который купили все ваши люди, возможно, это 3 человека всего лишь, которые каждый организовал товарооборот на 150 бонус баллов, который каждый купил там на 6 тысяч рублей. Возможно, это 45 человек, которые купили на 10 рублей. Не важно. Ваш групповой товарооборот 450 бонус баллов, уровень 6%. Примерный товарооборот в рублях 18 тысяч. То есть 450 бонус баллов умножаем на средний балл 40 рублей. Получаем 18 тысяч у вас товарооборот. И компания готова платить. С этих 18 тысяч вам ваш процент. 6, да, от 6 мы будем считать. Как это, ну, как уже компания это платит, я вам на следующем слайде попытаюсь тоже, ну, донести. Дальше. Если вы, у вас все больше товарооборот, да, растет, вы выходите на следующий уровень 9%. 900 бонус баллов у вас по команде. И значит, что 900 бонус баллов у вас по команде набралось. Опять же, не важно, может быть, это 90 человек по 10 баллов сделали, а может быть, это 9 человек, которые сделали по 100 бонус баллов. Но групповой товарооборот 900 бонус баллов по вашей, по всей группе прошел. Это все люди, это ваш личный заказ. Это заказы тех людей, которых вы пригласили. Это все вместе в ваш групповой товарооборот. Групповой товарооборот 900 бонус баллов. Один бонус балл примерно в 40 рублей. Значит, на 36 тысяч у вас прошли продажи. По вашей структуре на 36 тысяч вы сумели организовать продаж на 36 тысяч. Компания с этих 36 тысяч готова вам заплатить 9% с личных покупок и, согласно маркетинг-плану, с группового товарооборота. Расскажу позже как. Дальше, все точно так же. 12% 1800 бонус баллов и с 72 тысяч вам выплаты будут начисляться. 15%, 15% это 3000 бонус баллов и это уже 120 тысяч товарооборотов. 18000 это 5000 бонус баллов и это уже 200 тысяч товарооборотов. И 22% это тот уровень, первый, к чему мы стремимся. Это 7500 бонус баллов, это от 250 до 300 тысяч. Все, ну балл же, говорю, что он варьирует. Вот, у вас такой товарооборот, вы становитесь старшим менеджером, у вас тут уже приличные доходы, вы тут уже можете открывать ИП, да, для того, чтобы деньги вам начислила компания. И вы получаете 22% со своего личного товарооборота. И от товарооборота своих групп вы получаете равенную промежуровую. Сейчас покажу проекте. Вот смотрите, вообще для того, чтобы компания вам начисляла доход, вот с этих товарооборотов, вот с этих товарооборотов, если вы хотите, чтобы компания вам начисляла доход, есть условия для того, чтобы эти выплаты были для вас выполнены. Как и в любой компании есть план. План личных покупок на 150 бонус баллов. То есть, в течение 21 дня, для того, чтобы получить выплаты свои, вы должны суметь организовать личные покупки на 150 бонус баллов. Примерно на 6000 рублей. Пускай это вас не пугает ни в коем случае. Если с первого раза не получится ничего страшного, получится со второго, с третьего, с четвертого и десятого. У нас все делают 150 бонус баллов, у всех получается. Ну, бывает у тех, у кого не сразу получается, у кого-то сразу получается. Поэтому у вас тоже получится, вы тоже сумеете организовать товарооборот, личные покупки на 150 бонус баллов. Вот, и тогда, если вы сумеете их организовать, да, если вы сделали личные покупки на 150 бонус баллов, возможно, вы себе все купили, да, возможно, вы показали каталог, возможно, вы что-то продали еще на этом заработали, возможно, родственникам, соседям, друзьям, неважно как, включили предпринимательскую жилку и организовали личный товарооборот на 6 тысяч рублей. И только тогда компания вам будет делать выплаты. Только тогда компания сможет вам начислить доход, потому что это план. Если, например, вот он, Мандрат, работает... Ой, он где-то не работал, у него видео, Мандрата. В ДНС он работает. Нет, у них там планы миллионные. Знаете, для продавца, чтобы продать это, миллионные. У нас всего лишь на 6 тысяч рублей. Это немного. И вы сможете это организовать в любом случае, для того, чтобы получить все то, о чем я говорила раньше. И второе условие – это отрыв от своей группы. Вот про этот отрыв сейчас мы с вами подробно остановимся. Что значит отрыв? Так, видео дохода мы туда в следующий столбик. Какие бывают виды дохода? НП – немедленная прибыль. Вот продукт, например, стоит, ну, например, что такое? Ну, например, тональный крем. Вот он у нас стоит, чтобы сказать, 600 рублей. Если по ценам каталога он стоит, ну, например, 720. Вы сразу можете 120 рублей с него заработать. Это 20%. В общем, я считаю так себя. В общем, с каждого продукта вы можете заработать 20%. Когда вы открываете каталог, по-другому объясню. Вы открываете каталог, и вы видите цели тут, они с наценкой 20% для тех, кто не зарегистрирован в компании. Вы берете каталог, показываете людям, люди себе что-то покупают, и вы на этом уже можете заработать 20%. Вот она и есть, немедленная прибыль. Например, организовали, что, ну, не то, что организовали, показали каталог, 5 человек у вас купило по 1000 рублей, на 5000 у вас люди заказали, вы с этого уже получили 1000 рублей. Плохо ли, да? 1000 рублей вы уже, у вас уже в кармане. Деньги на руки не валяются. И это называется немедленная прибыль. Дальше. Объемная скидка. На каком вы проценте такой и объем? Я уже про это говорила. Вот она, объемная скидка. От 3 до 22% уходит в сеть на выплату. Вот из этих 100%, например, сколько стоит аналка, 22% уходит на выплаты нам. И компания нам выплачивает вот эти вот бонусы. От 3 до 22%. Что за речь? Дальше. Так. И бонусы. Бонусы это от директорских групп. Вы будете получать, я тоже про них совсем чуть-чуть расскажу, чтобы вас не путать. Да, для начала. Потом уже потихоньку вы во всем разберетесь обязательно. Компания на самом деле очень много денег платит. Так. Про отрыв. Вот вы пришли. Вот вы, который человечек, который сверху. И вы пригласили 3 человека. Вы их зарегистрировали. Вы Свету, Машу, Олю зарегистрировали. Вы сделали 150 бонус баллов. Света сделала, Оля и Таня. Все сделали по 150 бонус баллов. Умели, организовали. Получается, что все вот эти люди, которые организовали товарооборот свой, да, свои покупки сделали на 150 бонус баллов. Они вышли все на 3%. У вас 3 человека и все вышли на 3%. А вы тем временем вышли уже на 6%. Потому что у вас групповой товарооборот сколько будет? Сложите. 150, 150, 150, 150. 300 и 300. 600 бонус баллов. Значит, вы на 6%. От 450 бонус баллов до 900 вы на 6%. Все. Вот это нужно понять, да. Дальше. И сколько вы получаете денег? Вы получаете межуровневые разницы. Да, вот разницу вы получаете от этих групп. Вы не получаете полностью 6% от товарооборота, например, Тани. Вы не получаете. Вы получаете разницу между 6% и 3%. 3% себе забирает Таня, да, это ее доход. А 3% себе у группового товарооборота забираете вы. То есть 6 минус 3. И вот вы, например, тут 6 тысяч товарооборота, да. И вы на уровне 6% получаете 3% за 6 тысяч рублей. Каждая группа. Сколько у вас групп, да, и с каждой вы высчитываете межуровневую разницу. 6 минус 3, 3%. Здесь 6 минус 3, 3%. 6 минус 3, 3%. Вы во всех случаях здесь получаете 3%. Если бы вы были на 18%, например, а они на 3, да, это 18 минус 3, будет 15. Да, вы бы получали 15% из этой группы. Если бы эта группа была бы там на 9%, то 18 минус 9, 9% вы бы получали. Всегда нужно вот эту межуровневую разницу считать. Поймете, да, со временем разберетесь. Чтобы мы сейчас тоже поняли. Бывает такого, что отрыва нет. Нет отрыва. Вы пришли, вы зарегистрировались. Вы пригласили одного человека, Свету. И все, не хотите работать. Ну, там одно, другое, там, пятое, десятое. И вы не работаете. Но Света, которую вы пригласили, она начала активно работать. Она приглашала и эту, и ту, и другую, и третью. В итоге она зарегистрировала двух человек. Человек. И они оба сделали заказы. Да, один вышел на 3%, другой вышел на 3%. Все по 150 бонус баллов делали. И Света сама тоже сделала на 150 бонус баллов свой товарооборот. Значит, ее групповой товарооборот равняется этот товарооборот, плюс этот товарооборот, плюс личный свой товарооборот. На 450 бонус баллов у нее, да. 450 бонус баллов, она на 6%. Сколько она получает в каждой группе? С одной группой 3% и с другой группой 3%. Как? 6 минус 3. 6 минус 3. Все, она, значит, зарабатывает. Вы, вы сверху, несмотря на то, что вы ее пригласили, прошу прощения, вы ничего не получаете, потому что у вас отрыва нет, вы не работаете, вы сверху пригласили и все, вы больше не там ушли куда-то. Больше вы других людей не приглашали. А Света работает, значит, Света и зарабатывает. И тут, и так будет всегда. Если вас пригласил человек, который не работает, а вы работаете, деньги будете получать вы, потому что вы активные, у вас несколько групп. Да? Если у вас будет одна группа, у вас не будет дохода, потому что у вас отрыва от него не будет. Поэтому группа у вас должна быть нескольких. Насколько вы это уже обсудили со своим наставником, но их должно быть нескольких, для того, чтобы у вас был отрыв, для того, чтобы у вас был доход. Поним, да? Что тут человек, который сверху, не зарабатывает, потому что у него нет отрыва, потому что он не работает. 6 минус 6 равно 0, он ничего не зарабатывает. А вы, например, пришла, и она зарабатывает, потому что у нее и отсюда, и отсюда идет оход. Потому что у нее есть вот эта межуровневая разница. Более подробно на развернутом маркете. Минимальная пробонуса. Тут уже немножечко, ну, как бы вперед, да, мы смотрим. Вот вы стали директором. И вы получаете бонусы со своей группы. Я уже про это говорила, да, про вот этот самый пассивный доход. Какие бонусы вы получаете? Если человек, если вы зарегистрировали человека, вот Свету, да, она стала директором, ее группу вы получаете 5 доходов. Дальше у Светы появилась еще Катя. Катя, ну, у Кати тоже у Светы, она тоже директор, и вы с нее тоже будете получать свои товарооборота 2%. Это 2% золотой бонус. Вы представляете, там, это кажется, что мало, да, там 2%, дальше 0,5%, 0,28%. И если у вас будет глубокая группа, где там будут отличные товарооборота проходить, это будут, не знаю, сумасшедшие деньги, можете потом тоже посмотреть на реальных примерах. Есть прям чек-листы у наших спонсоров, у наших директоров, которые там находятся на уровне. Исполнительный директор, гублянтовый директор, там видно, какие это вообще деньги. И вот, и вот с каждой группой, которая в глубине растет, вы тоже можете зарабатывать свои деньги. С четвертого уровня. Но тут вы тоже должны быть, да, на уровне, тоже быть на каком-то определенном уровне. Если вы хотите получать бриллиантный бонус, вы должны быть на уровне бриллианта. То есть у вас должно быть 6 директоров. Если вы хотите быть на уровне, если вы хотите получать бонус, там, 0,125 тысячных, дважды бриллиантовый бонус, то вы должны быть дважды бриллиантом. Если вы хотите получить исполнительный бонус, то вы должны быть на уровне исполнительного директора, то есть у вас должно быть 12 групп. Вот. То есть нужно расти и ширину этой людей регистрировать, и глубину, чтобы и там вас убедили, и здесь вас убедили. Везде. Итог активной работы за 5 лет немножко подытожим. Вы можете стать бриллиантовым директором, это значит у вас будет 6 групп. А вот за 5 лет, если вы активно будете работать, вы сможете вырастить в себе 6 групп. Прямо сможете. Если вот прям завозьмете с сегодняшнего дня и будете там встречи проводить, рекрутировать, это реально. За 5 лет выйти на бриллиантовую квалификацию. Что у вас будет через 5 лет? У вас будут заходы около 200 тысяч, у вас будет машина от компании, до 2 миллионов вы забираете. Там самое какое, любое. Путешествие от 1 до 3 раз в год. Еще тут премии. Вы только премиями соберете 1 миллион рублей. Только премиями. Если вот посчитать все вот эти выплаты премиями, только премиями миллион собрать, не знаю, квартиру себе купить. Не говоря о том, что у вас заходы будут от 200 тысяч и выше каждые 3 недели. Поэтому работать есть ради чего. Ради куда есть, куда приглашать. Но нужно понимать, что, конечно, работать надо. Нужно у меня ответственностью обладать. Нужны планы писать. Нужно приглашать каждый день. И отказа где-то, да, выслушать. Ничего страшного в этом нету. Вы, главное, понимаете, к чему вы придете. Вот. На этом короткий маркетинг-план закончен. И мы с вами обязательно встретимся на полном маркетинг-плане. Но вот этих знаний для начала, чтобы чуточку вы поняли, в принципе, будет достаточно. Если остались вопросы, вы обязательно пишите мне в личку и звоните. Я на связи с передачей. Продолжение следует...